Вот в таких условиях вынуждены жить. Добываем воды. Вместо ужина – на плите кастрюли со снегом. Вместо душа – канистра с холодной водой, полученная в помощь от соседей. Уже месяц жители дома номер 20 по улице Подлесная живут в спартанских условиях. 18 февраля они стали отрезаны от благ цивилизации. Накануне целую неделю из крана текла ржавая вода. А потом она и вовсе пропала. Аварийные службы сюда приезжают для галочки. Смотрят, копают, разводят руками. А после уезжают, ссылаясь то на отсутствие нужного оборудования, то на дефицит ресурсов и времени. Люди вынуждены попросту выживать. Приезжали неоднократно разные бригады. И в итоге никто ничего не сделал. Посмотрели, приехали, посмотрели. Попытались раскапывать. Сказали, мы приедем, будем устанавливать колодец, которого у нас нет. Потому что они сами же засыпали все наши трубы без колодца. Теперь они добраться не могут. Постояли, посмотрели. Потом через полчаса машина уезжает. Большинство жильцов этого дома – пенсионерки. Чтобы сготовить себе обед, они вынуждены по гололеду идти в ближайший магазин за чистой питьевой водой. А после в одиночку нести тяжелые канистры. Если здоровье не позволяет, приходится прибегать к средневековым методам. Соседи выручают. Куда делать? Снег растаивать. Вот из крыши течь начинают, бедры поставлю хоть. Хоть посуду мыть-то, воды есть. С такими условиями можно забыть и об естественных нуждах. Теперь туалет переехал на улицу. Сюда приходится бегать и в мороз и в стужу. Все бы терпимого, только на подлесной нет центральной канализации. Все, что оказывается в огребной яме, замерзает. А по весне обязательно напомнят о себе очередными проблемами. Женщины уже и забыли, что такое комфортные жилищные условия. Уже не помню, как это. Туалет теперь на улице бегаем. Да, такие морозы. Такие морозы. Потому что унитаз там не замерзнут, а сливной ямши. А я ветру воды, снег принесу, выловлю, маленько потечет, наверное, не замерзнет. Отключение воды повлекло за собой в ворох проблем. Татьяна Никитина призналась, боится однажды вернуться с работы в ледяной дом. Здесь отопление не может существовать без исправно работающего водоснабжения. У нас всё зависит от воды. Система отопления у нас вся полностью запаянная. И вода у нас подаётся из централизованного водоснабжения. У нас невозможно в расширительный бачок никак добавить воды. От этого, соответственно, у нас пустота в трубах, у нас воздух, который надо спускать, а воды добавлять нечем. И, соответственно, у нас может полететь и отопление ещё. На крик о помощи власти и все ответственные инстанции просто махнули рукой. Достучавшись до Ульяновского водоканала, женщины получили ответ. В письменной форме изложить ситуацию и отправить письмо с запросом. Однако штамп о том, что просьба дошла до ответственных лиц, есть. А вот результата уже месяц как нет. К депутатам обращались. К Путяпову, помощнику депутата. Рябову звонили, что-то не взял телефон. Писали в администрацию, писали в водоканал, отправили письмо. И так звоним постоянно. Постоянно звоним. В законодательные собрания звонили. Вообще, ну, можно сказать, не осталось уж чиновникам, которые знают эту проблему, но ничего не решают. Главной причиной отказа в ремонте стало количество жильцов. Всего три семьи. Про них проще забыть и списать на погрешность статистики. Ведь это не сравнится с проблемами в многоквартирных домах. Вот только эти женщины на Подлесной единственные, кто остался без чистой воды. Руки у них опускаются. Кому обратиться за помощью и получить свое по праву, они не знают. Да, у нас объясняют, что у нас дом всего на трех хозяев. Но мы тоже люди. Мы тоже так же платим за все за это. И мы тоже так же хотим получать воду. Причем нам не надо откуда-то тянуть. У нас вода есть во всех домах, во всех, кроме нашего. Неужели нельзя обратить внимание на это и, наконец-то, с этим разобраться? За официальным комментарием мы обратились непосредственно в Ульяновск водоканал. Встречаться с нами лично начальство отказалось, ссылаясь на занятость и дела поважнее. Дозвониться тоже оказалось не так просто. В общем, ситуация такая. В районе улицы Подлесной муниципальный водопровод находится в рабочем состоянии. То есть водоснабжение осуществляет. Касаемо дома номер 20 по улице Подлесной ситуации Кава. Определено, что сзади водопровода произошло именно на частной линии. То есть, водной трубопровод в частный дом. Данный водопровод в муниципальную сеть врезан бесколотенным способом. То есть, на данный момент оказать помощь жителям этого дома по отогреву этого водопровода не имеет технической возможности. Резюмируя, получается. Всю линию жилых домов обслуживает муниципалитет. А вот 20-й частники. На комментарии про то, что вода якобы замерзла, жильцы и вовсе разводят руками. Вдоль всей улицы, вне зависимости от погодных условий, протекает ручей. Необходимые людям ресурсы уходят под землю. Здесь вот проходит вдоль водопровод, который постоянно течет. Вот он, на улице мороз. Это и зимой такая же картина, и летом такая же картина. Это постоянно течет. Это какие деньги все время у нашего государства выливаются в пустое место. Почему бы не сделать для людей? Жильцы показали нам счета за коммунальные услуги. Плата за водоснабжение поступает непосредственно на счет водоканала. А вот нести ответственность за исправность работы должны некие частники. Однако ни управляющей компании, ни других сторонних организаций, которые могли бы курировать улицу, нет. Чтобы разобраться в ситуации, наша съемочная группа обратилась к юристу. Согласно утвержденному постановлению правительства Российской Федерации о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирных и жилых домов, холодное водоснабжение должно быть доступно потребителям круглосуточно. При этом общая продолжительность перерывов подачи воды в течение месяца не должна превышать 8 часов. Исключением здесь может выступать авария на инженерных сетях или некачественная питьевая вода. Обе причины обязательно должны быть аргументированы и подкреплены заключением экспертизы. В любом случае необходимо письменно обратиться всем собственникам водоснабжающей организации по представленным мне чекам и квитанциям. Такой организацией является умоплодоканал. Кроме того, целесообразно также обратиться в органы прокуратуры и в жилищную инспекцию с обращением и потребовать провести проверку соблюдения федерального законодательства. То есть помимо названного постановления правительства есть еще федеральный закон о водоснабжении и водоотведении, где также описаны конкретные случаи. Это перечень исчерпывающий, когда водоснабжение может быть прекращено либо ограничено. Поскольку в Ульяновск водоканал жильцы уже писали, следующим пунктом обращения стала прокуратура. Сейчас идет необходимый этап подготовки заявления для дальнейшей передачи. Команда Улправда ТВ будет пристально следить за развитием событий. Александра Никитина, Данил Сурков, Герман Баранов и Александр Кудряшов. Специально для Улправда ТВ.